Вечером дома употреблялся в слабонобольные напитки, утром чувствовал себя хорошо, поэтому отправлялся на работу. Это кадры оперативной хроники. Пьяный водитель школьного автобуса даёт показания. В парах выдыхаемого воздуха обнаружено 1,6 промилле. В настоящей трагедии для десятков семей Брестского района могла бы завершиться эта поездка в конце мая, если бы сотрудники ГАИ не задержали нарушителя. К сожалению, статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей неутешительная. Как показывает практика и статистика, именно когда проходят каникулы, особенно летние школьные каникулы, это самые длинные каникулы у деток, происходит увеличение количества дорожных аварий с участием несовершеннолетних. И именно в этот период вся милиция общественной безопасности и сотрудники госавтоинспекции нацелены именно на предотвращение подобных дорожных аварий. С начала текущего года с участием детей и подростков на территории Брестской области, к сожалению, уже произошло 32 ДТП, в результате которых два ребенка погибли, это Брестский район и город Барановичи, и 34 несовершеннолетних получили травмы различной степень тяжести. Из этой категории ДТП в 16 случаях пострадали дети-пассажиры. И в основном это происходит из-за нарушения правил перевозки несовершеннолетних в салоне транспортных средств. А потому ежеквартальные сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями унитарного предприятия «Белтехосмотр» и транспортной инспекцией проводят инструктаж водителей школьных автобусов на территории Брестского района. Проводится инструктаж водителей об особенностях правил перевозки пассажиров, то есть детей, при осуществлении данных перевозок. Также проводится внеплановый инструктаж водителей, проверка знаний правил дорожного движения, наличие действующей медицинской справки. И каждого водителя проверяем на наличие действующих административных правонарушений. Подготовка важна не только для водителей. Сами школьные автобусы должны быть в технически исправном состоянии. А потому проводится их осмотр перед опуском к перевозке детей. В первую очередь обращаем внимание на состояние транспортных средств, чтобы они соответствовали в том числе правилам дорожного движения, также правилам перевозки пассажиров. Обращаем внимание на периодичность проходения государственного технического осмотра, то есть должен проходиться раз в полгода. Должно быть находиться внутри салона два огнетушителя, две медицинские аптечки, знак аварийной остановки и противооткатные упоры. Об этом и не только знают опытные водители школьных автобусов. Ведь они перевозят самый ценный груз – детей, а потому относятся к своей работе очень ответственно. Работа меня устраивает. Детишек я люблю. У самого есть двое детей. Когда я приезжаю к 15.00 развозить детей, то дети уже за 10 минут ждут и бегут уже к автобусу. Я понимаю, что родители дома ждут их с нетерпением, но моя ответственность – привести их в целости и сохранности невредимым домой. Водитель должен быть ответственным, сосредоточенным. У водителя школьного автобуса работа ответственная, очень важная. Школьный водитель должен быть и в трезвом состоянии постоянно, и внимательность. В этот раз проверка не выявила серьезных нарушений, а потому совсем скоро 10 школьных автобусов примут первых в учебном году юных пассажиров.